Добрый день, меня зовут Сергей. В данном ролике я расскажу вам о следующей вещи. Вообще, я в процессе изготовления сапбордов неоднократно говорил, что я не буду делать их в коммерческих целях. Но на самом деле это неправда, то есть в коммерческих целях все-таки я пришел. То есть я начал делать доски, которые могу... разработал досконально доски, которые я могу сделать под заказ. Я не буду делать аналоги дешевым китайским доскам, мне это неинтересно. Я не буду делать дешевые доски. Каждая доска, которую я выпускаю, это доска ручной работы. Она может быть выполнена по вашему индивидуальному проекту, с учетом ваших индивидуальных требований и пожеланий. Это все реально. Ни в одном магазине, ни в одной фирме вы этого не получите. То есть, если я начал делать доску конкретно под вас, то вы получаете именно то, что вы сами согласовали и то, что вы хотите получить. Доска, каждая доска, которую я делаю, проходит целую серию испытаний на всех этапах. На предмет образования свещей, на равномерность подъема носа и на все остальные вещи. То есть, не прошедшее испытание доска доделывается, дорабатывается. Поэтому я максимально пытаюсь исключить все возможные косяки, которые могут возникнуть при серийном производстве сразу. То есть, после того, как я выклеил основную форму доски, она проходит трехдневное испытание давлением. То есть, минимальным давлением в полуатмосферы. То есть, 0,4 атмосферы. То есть, доска раскачивается до 0,4 атмосферы, поскольку на ней еще нет ни одного усиления, ни усиления шва. И если доска промыливается несколько раз, и если она выдерживает давление в течение трех дней, без образования свещей и воздуха, то, соответственно, она пускается только в этом случае, в дальнейшую работу. Поэтому при заказе доски на изготовление необходимо иметь этот фактор в виду. После этого производится ламинация доски. После того, как доска проходит полное испытание давлением, говорю еще раз, это занимает три дня в моем случае, если образуется свещь, он ремонтируется и дальше идет еще три дня. То есть, никаких ускорений процессов здесь невозможно. Потому что это себе дороже, и это я не делаю, этим я не занимаюсь. Если при центральной сборке, основной сборке выявлен косяк, он исправляется сразу. После этого производится верхняя и нижняя ламинация доски с перекрытием на борта. На борта, на размер шва. Шов получает первое усиление. То есть, соответственно, уже шов, вот у вас шов, то есть, вот он нашел у меня на основной ткань материал. Дальше я его закрыл на размер шва, ровно тем же усилением, из которого сделана и сам была сделана основа баллона. Дальше. После проведения верхней и нижней ламинации, усиления и выдерживания времени для полного вставания с клея, то есть, это занимает порядка двух-трех дней, то есть, это я время называю сроки, когда, ну вот, чтобы вам понимать, сколько времени предстоит ориентировочно ждать с момента заказа доски, при условии наличия материала. Если материала нет, его нужно покупать, соответственно, это пересылка с Питера, то есть, это занимает время. Вот. Может занимать времени до недели. Дальше. После того, как проведена верхняя и нижняя ламинации, ну, доска, соответственно, уже проверена на герметичность и на все остальные параметры, клапана проверены также на герметичность, клапана усилены, и клапана имеют двойное усиление. Дальше. После этого производится сплошная бортовая ламинация, которая вторым слоем перекрывает, защищает все швы. То есть, первый слой закрыл у меня верхняя ламинация, второй слой закрывает бортовая ламинация. То есть, швы получаются усилены уже в два раза. После того, как проведена данная операция, и клей точно так же встал, производится нанесение трехсантиметровой кромки по полтора сантиметра закрытия на обе стороны баллона. То есть, шов закрывается третьим защитным усиленным слоем. То есть, как еще раз говорю, если раньше я делал двойное усиление досок, то сейчас я от этого отошел. То есть, я сделал более, за счет применения ряда других материалов, сделал более продвинутую технологию. Сейчас каждый шов имеет тройную защиту. Дальше. После того, как все швы полностью, клей весь встал, усиление все получили, доска раскачивается до соответствия проверки 0,8 атмосфер. При давлении 0,8 атмосфер доска также выдерживается три дня. Если есть какие-то свищи, все-таки каким-то образом, где-то чего-то как-то, где-то каким-то макаром, что-то нашлось, это все всплывает на данном этапе тестирования. После данного этапа тестирования, как еще раз говорю, он занимает порядка трех дней, производится обвес центральной доски. Обвес верхней части. В качестве обвеса, как еще раз говорю, что каждый элемент доски играет и сказывается на ее стоимость. То есть, каждый элемент доски это отдельные материалы и отдельная работа. Нужен транец, приклеивается транец. Нужны держатели весла, приклеиваются держатели весла. Нужны, соответственно, держатели аккумулятора, приклеиваются держатели аккумулятора. Нужны держатели сидения, приклеиваются держатели сидения. Ручка идет в любую комплектацию. Это штатная опция. Дальше. Нужен держатель спиннинга, делается держатель спиннинга. Нужен держатель мачты, делается держатель мачты. Центральное, если вы хотите иметь центральные вот эти вот рымы, Полукольца для крепления инвентаря и буксировки Непосредственно, вот так же, как выполнено здесь на пирамиде Это будет отдельная опция Если же это будет в виде кружков, в которых приклеенных кругов, как это на всех обычных досках Это входит в стоимость То есть входит в базовую комплектацию После того, как полностью проведена обвеска в верхней части доски Доска переворачивается, вымеряется И, соответственно, на моменте обвеса верхней доски При установке ручки, соответственно, доска балансируется Балансируется со всем необходимым инвентарем Поэтому, если вы в процессе закатки, приклеивания верхней части Этот, как его называется, противоскользящего покрытия Придумаете что-то поставить еще, у вас уйдет баланс Доску надо продумать изначально сразу же То есть, потому что при балансировке учитывается вес всех плавников И всех элементов, которые стоят на доске Которые должны быть Это делается для того, чтобы вам было удобно взять доску в руки И подмышку, и спокойно с ней перемещаться Дальше Соответственно, обратная сторона На обратной стороне может быть приклеены несъемные плавники Это дешевый вариант Либо два съемных плавника Один съемный плавник, два несъемных плавника Это более дешевый вариант Может быть, иметь всего один центральный плавник В нижней части Может иметь два плавника маленьких Один плавник большой Может иметь четыре плавника То есть, два маленьких, два больших Это все служит под то, каким образом будет у вас Укомплектована центральная часть, верхняя часть доски Если вы собираетесь ходить под парусом То будет четыре плавника Вот такая система Если вы планируете ходить чисто, допустим, под веслом То, в принципе, может вам хватить и трех плавников Либо, допустим, конфигурация Может быть два плавника снизу Один плавник по центру То есть, это как бы все плавники в этом случае Могут быть как съемными Большие плавники съемные обязательно Маленькие плавники могут быть чуть меньше Их может... Можно всего поставить пять, допустим, плавников маленьких по корме То есть, если вы хотите сэкономить Дальше Если вам нужно сидение Оно изготавливается, соответственно, отдельно То есть, это не входит в базовую комплектацию доски Как вы понимаете В отличие от противоскользящего покрытия И, допустим, этих, как его называются Ручки центральных рымов Лишь этот... Держатели Лишь этот узел, который прикрепляется к ноге Чтобы, когда вы упали Доска выполняла спасательную функцию Как спас средство То есть, в этом случае Здесь это тоже все комплектуется отдельно Это не входит в базовую комплектацию В базовую, еще раз говорю, комплектацию Входит сама доска Противоскользящее покрытие Если не стоит транец То, соответственно, 6 рымовых колец Если транец стоит То рымовые кольца ставятся 5 штук Только по этому, по верху Остальные рымовые кольца Ставятся по желанию При, этот, как его называется При необходимости проведения крепежа То есть, крепеж весла Крепеж сидений Крепеж аккумуляторов Это только если идут эти опции Либо вы хотите Поставить их сразу Но не знаете, будете этим пользоваться когда-то или нет Но хотите их иметь Потому что, вот, как в частности Вот на этой доске Поставить что-то дополнительно На противоскользящее покрытие Не получится Это ставится в момент ее изготовления Так что вот Ну, вроде все Ну и, соответственно, как ее называется Держатель из пенинга Там и все остальные вещи Это все, сами понимаете Это дополнительные вещи Которые, ну, вообще весь обвес То есть, он является дополнительным А так вот Такую доску Вы можете у меня заказать Имеется в виду Не такую доску А конкретно Если понравилась такая доска Вот данная доска Выполнена под использование С парусом мотором И предназначена Для хождения под парусом В прогулочных целях Для хождения Ее можно все снять Ходить на ней Заниматься рейдерством Можно сидеть на ее Использовать как каяк Можно кого-то катать на носу Можно делать все, что угодно Доски бывают разной толщины Я рекомендую Настоятельно Делать доски 15-ти сантиметровые Это самый оптимальный размер Вот, скажем, вот доска 2,80 Вот эта вот Выдержит вес Рейдера И груза Больше, чем 4-х метровая Десятка китаец Плюс ко всему Она нормально раскачивается Она будет выдерживать Хорошее давление И у нее С ней не будет никаких проблем Так что вот Это вот Как еще раз говорю Это сабборд Индивидуальной разработки Который может быть изготовлен Конкретно для вас Конкретно под вас Конкретно по заданной форме Которую вы хотите Конкретно для ваших целей Так что И это вы все можете Выразить в виде пожеланий Можете сами разработать эскиз Можно обговорить все узлы То есть Как допустим С какого места будет поднятие носа С которого Насколько его там Ну Насколько поднять Это все зависит от формы доски То есть На разных досках Нос поднимается по-разному Вот То есть А так Все, что вы хотите Все, что вы хотите сделать Можно Изготовить И можно сделать Давайте я сейчас сниму камеру И нажму на паузу Сниму камеру А значит это прямо не буду Чтобы потом не заниматься Монтажом Сразу сниму камеру И покажу вам Как доска выглядит Вот данная Вот смотрите Вот данная доска Вот я ее показываю Со всех сторон Вот видите Она имеет Равномерие Абсолютно ровная Абсолютно ровная доска Имеет абсолютно ровный Подъем носа Данная доска Поставляется В максимальной комплектации То есть Она комплектована Начиная с мотора Аккумулятора Паруса То есть Всем полностью Вот это вот Крепление транса Вот показываю Это транец Под электрический Подвесной мотор Вот это вот Держатели весел Вот их две штуки Предназначены Для держателя Для держания Одного весла Либо каяка В держании весла Каяка Это многофункциональное Сидение Многофункциональное Сидение Выполнено из такого же 15-го эрдека Имеет абсолютно Жесткое крепление Видите вот все Имеет абсолютно Жесткое крепление Имеет ручку Для переноски Отдельно Имеет мягкое сидение Само И дополнительную сумку Снизу Сумка закреплена На липе Это ручка Она входит В штатную комплектацию Доски Соответственно Штатный степс Гуттаперчевый Который может Крутиться во всех Направлениях То есть он крутится На 360 градусов Никаких проблем Это отдельная конфигурация Соответственно Держатели спиннинга Ну и вот На данной доске Крепление рымов Выполнены все Вот таким образом Вот как Как выглядит Непосредственно Держатель весла То есть вот Все крепится Все жестко Фиксируется Никуда не улетит Точно таким же образом Выполнены крепления Подушки Материал который Противоскользящий Материал Вот этот вот Это пирамида Это специальный Противоскользящий ПВХ материал Вот это вот Ева коврик Но вот Ева коврик Вот смотрите Вот я по этот Прямо вот рукой веду Вот Он не скользит Этот пирамида Не скользит А Ева коврик Скользит вполне великолепно Но она более мягкая И соответственно в данном месте идут 4 плавника То есть вот на данной доске она комплектуется 4 плавниками Одним прямым большим, одним косым большим и двумя маленькими Все плавники являются съемными и могут быть использованы по мере необходимости Как в полной конфигурации, так и снять Снимаются они легко Вот снял Дальше здесь специальная площадка Вот видите вот крепление Которое просто фиксируется и все Крепление на резинке, на веревочке, то есть оно никуда не улетит А так вот Это вот сапборд Вот он только что сделан Выглядит вот так со всех сторон Очень имеет, данная доска имеет очень широкую форму Это сделано для того Широкую корму точнее сделано для того Видите у нее форма какая Вот я сейчас отойду, чтобы ее было лучше видно Она имеет очень большую площадь И площадь ее значительно больше, чем допустим любая площадь любой китайской доски Плюс ко всему она имеет толщину 15 сантиметров Вот смотрите вот Толщина доски и сиденья абсолютно одинаковая Все сделано из 15-го эрдека Накачивается она, соответственно, сверху Как и все обычные сапдоски Можно, конечно, сделать накачивание снизу Но нужды в этом нет Вот еще раз Эта доска сапборд максимальной конфигурации Оснастку его мотором Аккумулятором и парусом посмотрите отдельно То есть такие доски я уже делал Она у меня уже катается под ребенком Вот как она выглядит Давайте сейчас я в кадре Так Сделаем так, чтобы доску тоже было видно Ну вот, собственно Вот так может выглядеть ваш сапборд Формы, как еще раз говорю Размеры могут быть приданы согласно вашему пожеланию Никаких проблем нет Я не делаю дешевку То есть я не буду делать копии китайских брендов Я не вижу в этом никакой необходимости Делаю исключительно индивидуальные изделия Которые предназначены исключительно для конкретного индивидуального человека Так что вот, если у вас будут вопросы Вопросы и размещение заказов Как всегда можно произвести через почту Почта 1серж23собакамейл.ру Обязательно всем отвечу Стоимость доски в максимальной конфигурации С парусом и со всеми остальными параметрами Секунду С парусом и со всеми остальными параметрами Может достигать от 35 до 100 тысяч рублей Так что вот Будут вопросы Вопросы задавайте Обязательно отвечу Спасибо за внимание До свидания Продолжение следует...